В 70-х годах прошлого века в морском порту поселка Тикси открыли ведомственный музей. Экспозиция музея была посвящена истории Арктики. Фонд часто пополняли жители поселка, сдавая уникальные находки и старинные вещи. Ведовал музеем Татьяна Герасимова, легендарная женщина, которую мы считаем основателем Тиксинского музея. Тиксинский музей, конечно, имеет огромный статус, имел в те времена. С Москвы, значит, был отправлен документ с присвоением статуса Народный музей. И очень хорошо отзывались об этом музее, говорили, что это самый северный музей в нашем Советском Союзе. В 90-е годы морской порт закрыли, и музей переехал в здание гостиницы «Моряк», получив статус муниципального учреждения. Сейчас здесь открыты залы первопроходца Арктики, морской зал, краеведение и зал народа Саха. Выставлены модели кораблей, созданные руками советских детей из кружка судостроительства. Сохранились элементы буксира «Мурманец», штурвалы, рынды, якоря, старинные карты и маршруты морских походов. Документы и архивные фотографии повествуют о драматических страницах освоения Арктики, в том числе об экспедициях Джорджа де Лонга и Эдуарда Толля. Также в музее можно ознакомиться с традициями якутов, природой Крайнего Севера и с ее дикими обитателями. Самый северный в России музей находится в полуаварийном состоянии. В помещении холод и сырость. Один из залов закрыт из-за плесени. Для музея, как и для всего здания гостиницы «Моряк», необходим капитальный ремонт. Кроме того, остро стоит проблема с учетной документацией фонда. Острая проблема – это составление документации фонда музея. Потому что в 2023 году, когда я принимала, документов не было. И вот сейчас основная наша задача – сделать документацию нашего фонда. Каждый год местный музей привлекает около ста посетителей из разных регионов и стран. Работники связывают развитие учреждения с модернизацией морского порта. Очень важно, чтобы уникальные экспонаты Севера дошли до будущих поколений целости и сохранности. Нужна очень хорошая материальная база, нужны хорошие выставочные хотя бы витрины. И, естественно, нужно хорошее здание. Редактор субтитров А.Семкин